Марка 5.43 И сказал, чтобы дали ей есть. Это невеста, Господь, Воскресенье тогда. Опять об еде речь идет. И сразу вопрос, а что она ела? Уже воскресший должен подкрепляться силою. В православии речь идет о реконструкции падшего грешника. О восстановлении. А по Библии речь идет о воскресении. Стань спящей, воскресней измертых. Это большая разница. Одно дело, человек что-то повредил, какой-то орган потерял глаз, руку. А другое дело, он убит. У православных не то, что неправильно, а антихристианское отношение к падшему человеку. И поэтому с такой легкостью любому говорят, сходи в храм и споведайся, пришестись. А надо воскресить, это первое. А потом его кормить надо. Надо же в больнице, даже когда и лечится человек, дайте ему есть. А вот этого-то тоже у нас не было. Я все задумываюсь об этом празднике. Слово праздник означает не работать, праздновать. И торжество. А если эта речь связана с храмом, то когда храм построен был, написано Соломон, сколько дали народу, чего? Мясо написано по большому куску, мясо и прочее. Ни о каком посте в праздник речи нет. Это один раз из 12 у православных. Вопреки смыслам. Почему? Ответа я никакого не нахожу. Только одно, что монастыри, монахи, они это могли сделать. Тем более, суббота в канонах написана только одна, в которую постятся перед Пасхой. А сегодня как раз попадает в субботу. А то на 10 праздник пост. Нет такого, ну вот, Рождество Богородицы, Благовещение. И написано даже преображение. Разрешается рыба. А тут раз, пост. И не совпадает ни с канонами, ни с чем. Почему никто об этом не задумывается? Пересмотреть это очень просто. Я могу поститься, но не соответствует это православным канонам. Праздник это торжество. И Господь говорит, будет взят Сын Человеческий, и в те дни будут поститься. А здесь не относится к тому, что Христос взят, а построен храм, найден крест. Пятый супостимся, объяснение дается, напоминание о его жертве, страдании. В Деяниях Апостолов 10.41. Не всему народу, но свидетелям, предыздоровым от Бога, нам, которые с ним и пили, и ели по воскресенье его измертых. С воскресшим Христом пили и ели. И это доказательство того, что Он воскрес. Дух не нуждается в этом. Лука 24.30. И когда Он возлежал с ними, то взял хлеб, благословил, преломил и подал им. Мы все относят это к причастию. На Лука говорит, нет. Сначала Он совершил еврейскую Пасху. Вначале. А еврейская Пасха это самое натуральное насыщение. Не как у нас там маленькой ложечкой, лжица, там грамм какой-то. Это настоящая чаша, пили вино, настоящий барашек. И написано, его надо съесть. А если баран, годовалый баран, годовадый. Это много мяса. А семья маленькая. Позовите соседей, чтобы к утру все сели. То есть самое нормальное было насыщение. Но сегодня так готовят шашлыки на огне. Лука 24.42.43. Они подали ему часть печеной рыбы и сотого меда. И взял, ел перед ними. Это было удостоверением того, что действительно Господь воскрес. Что Он живой, что это реально. Вот часть рыбы. Ну рыба-то не маленькая была. Если одной части хватало, она есть. Христос взял и видит, что Он ее съел. Это нам пример. Когда мы речь ведем о Христе, то должны кое-что иметь. Проповедуя бедность, какой-то предел должен этой бедности быть. Один предел, это беспредел. Когда все есть. Как у Иова, как у Давыда, у Соломона. А другой, вдова положила все свое пропитание. Мы где-то посередине находимся. Чтобы у нас было встретить гостей. Чем-то угостить. Матфея 25, 37. Тогда правильники скажут ему ответ. Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили. Или жаждущим и напоили. Этот вопрос ставить надо сегодня. Там уже бесполезно. А где и как мы накормим? Кого? Сегодня, 27 сентября, исполняется в 5 часов вечера ровно 46 лет, как я получил в руки Евангелия. Меня накормили. Я обратился. Я не знал слова Евангелия. И в этот же вечер мне показали и Библию. Что есть еще Библия. Да, Библия была иллюстрирована Юставом Дере. Вот сегодняшний день как раз. Это день моего начала пути. Этой пищей я постарался в этот же вечер накормить на корабле находящихся людей. И за 42 года, думаю, я пытался и, может быть, и накормил тысячи людей. И тысячи раз собирались у меня на дому люди. Тысячи раз. Тысячи раз старался кормить в университетах, в школах и всюду. Насколько это было удачно, я не берусь судить. Но я старался подкладывать пищу самую разнообразную. Фактически в книгах я отвечаю на 4 тысячи вопросов. Это 4 тысячи обедов. 4 тысячи обедов, но это что-то. Вот если вы питались. Я вас призываю к тому, чего я не сумел сделать. Не хватило ума, грамоты, духовности. Если повреждение мое помешало, донесите дальше. Дайте им есть. Накормите священников. Господь говорит, когда люди грешат, я накормлю их полынью. Я накормлю их желчью. Вы желчью выбрасывайте, когда колите. А представьте, одна желчь в тарелке ее хлебать. Вот так кормят. Такие есть повара. И недоваренная пища плохо, и переваренная толку нет. Даже уметь готовить надо. Попутанно помню, никогда на растительном масле ничего не жажьте. Почти 100% рак желудка и рак кишечника будет. Ничего. Никогда. Вот. Это тоже смысл в этом какой-то есть. Надо знать, как готовить. Не переварить. Пища должна быть чистая. У меня была задача в жизни людей усадить у Бога Христа, не решая внимания и Марфу. Марфу маленько разгрызить надо. Без Марфы нам никуда. Мы сразу затоскуем. Это мы привыкли такими духовными казаться. Я благо и счастье сбрала. А без Марфы один день только не дай. Кого один день? В обед пришли, сидим, никого. Марфы нет, ну и забегали, заискали. И Мария нам уже не нужна. И Мария будет искать ее. Значит, надо быть и Марфой, и Марией. А лишним не заботиться. Римлянам. 12.20. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Накорми его пищей телесной. Не заботи про духовную. Когда у нас сестру в городе воровали, то я сказал, чтобы каждая сестра в сумочке имела Евангелие. Я сумочку выверну, унесу, потому что так и Евангелие было. Ну, как-то сами позаботьтесь. Куда-то идете, возьмите. Тем более, нам Господь так многое дал. И с нас очень сильно Господь спросит. Как мы этим распорядимся? Прошу, кто ездит в город. Зайдите ко мне. Я вам еще больше дам. Из города привезу. Слово Божие. 1 Феста в Никитинском 2.7 Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были среди вас стихи, подобных кормилися, как нежно обходится с детьми своими. А как кормилися нежно обходится? Она знает, какую пищу дать. Да не слишком горячую. Можешь так дать, что и створить ребенка. Все должно быть на пользу организму. И надо знать, в каком состоянии люди, в чем они нуждаются. Сегодня ничего они не знают. И говоря о истине, приходится говорить и об отраве. И никак нельзя об этом войти. Какая пища очень вредная, какая ядовитая. Самая ядовитая пища та, которая прямо не указывает на Христа. Кормят, кормят он рахитик, растет, раздувается, а родственников никакого духовного нет. Я считаю, это все, что сегодня делается в церкви. Все эти крестные ходы, ходят, толкают людей, а ничего не зная, встречаешься страшно злые, обозленно. Евангелие, какое еще Евангелие? И при том свидетельство абсолютно отовсюду. Почему ты отрастил волосы? Я в монахи собираюсь. Приехал, нам батюшка рассказывает. Ну а Евангелие? Какое Евангелие я в монахи еду? В монахи едят, Евангелие не надо. Ездили мы здесь. Я предлагаю Евангелие. Какое Евангелие? Я кержачка. Значит, и Евангелие кержакам не надо, монахам уходить не надо. А кому нам тогда надо? Это Христос тебе не нужен. Истинная пища та, которая дает духовный рост. И пища такая, которая лечит. Пища очень много излечивает, правильное питание. Если кто не знает, я вас научу лечиться. Он болеет, желудок, что-то давит, там никак. Очень просто. Одну ложку меда за час до еды утром слизывая, ничем не запивая. Месяца через три ты посмотришь, что с тобой будет. Одну ложку натурального меда, невыдуманного. Вот и все. Ничего больше не надо. Естественно, обратитесь к Господу. Считай каждый день Евангелие. Возьми себе за это правило. Это за правило. Мед съест, Господи. Ты дал такое удивительное насекомое. Слава тебе. И святые чудные, и она собирает. Слава тебе. Аллилуйя. Ну, прочитай такую молитву своими словами. Господи, и мне сказали, что мед удивительное лекарство. И мне оно поможет. Слава тебе. Я тебе послужу, Господи. Ты только поставь меня на ноги. Прежнего не найдешь. Проверь меня. Я как золото переплавленное буду. Ну, пообещай Господу. И крепко этого держи. Да запиши где-то. Лука, 21-34. Смотрите же с собой, чтобы сердца ваши не отягчались объедением, пьянством, заботами житейскими. И чтобы день тот не постиг вас внезапно. Пьянство и еда. Прямо указывается. А уже заботы дальше идут. Смотрите, чтобы не отягчались. Не отягчались. То есть непрерывно человек думает, заботится. Господь нас предупреждает и все для молитвы. Да, как будто бы я и не думал о том. Скажи, а ты думал, что вот тогда, 46 лет назад получишь Евангелие? Нет, я желал эти слова слышать. Я хотел иметь спасение. Очень хотел. Но где, я не знал. Я не знал. А Господь все равно прибег. Я не искал ни там, на всем, где я думал найти. Я искал в библиотечных книгах. В разных библиотеках, республиканского значения. И нигде ничего не могу найти. В простой, сектантской хате. Я это нашел в 50 летах. Вот как Бог это сделал. Филиппийцам 1,27. Только живите достойно благовестования Христова. Чтобы мне приду ли я к вам, увижу вас, или не приду. Слышите вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушным за веру евангельскую. А это возможно тогда, когда мы эту веру знаем. Когда на столе у нас будет евангельская пища. А второсипенов никогда не спорти. Разницы никакой нет. Все остальное, если мы не получим жизнь вечную. Вот с самой центра говорите, тебе это надо, ты сейчас об этом споришь. Не думайте, что Бог нас там будет спрашивать о том, чего в евангелии нет. Нет, определенно, и он спросит, накормили. На первом месте накормили. Да значит очень важно. Это буквально накормить. А ты скажи, а это надо понимать и духовно. А кого я накормил? Ни одного человека, кто с тобой узнается, не пропустил. К нам приезжают врачи, ветеринары. Вчера ветеринар был. Вы что ему дали? Ну не мое дело. Я увидел корову идут в среди дня. Я говорю, а что тут? Ну осматривали корову, говорю. Опять. Ну ему что-то подарили ветеринару, да или нет? Вы даже ответить я не могу на этот вопрос. А ведь в вашем дворах он был, в вашу скотину он старается узнать больная, она не больная. Смотрите на него положительно. Что он хочет вам добраться. Вы ему дали или нет? Он может заразить всех коров. Дали ему пищу или нет? И скажи, молоко-то хорошее, но еще лучше вот есть где. Ну найди какие-то слова. Не знаешь, позови того, кто может. Сам посмотри. Вот я прямо так думаю, что может ему ничего и не подарили. Купи книгу хорошую подарили. Но не такие же это большие деньги. Это никакая не взятка. Да расскажи ему. Вот я говорю, приезжали у электрики. И я в глазах видел. Остановил машину около меня. Стали говорить. Так они все оставили с таким вниманием слушать. А у нас этого и нет. И шофер. До этого курил даже. В машине сидел. А тут я говорю, чтобы в руках ничего не было. Все разъяснил ему. Ясно дело, что в его жизни этот день будет иметь какое-то значение. А может для него это как раз тот день будет как для меня. Откуда знать? Там может все готово. Меня никто не уговаривал. Верь в Евангелие. Ни одного слова не было сказано. Я понял то. Это то, чего я искал по букве собирал. Все божественное. Внутри меня вспыхнул огонь сразу. Я нашел. Нашел. Я искал, искал. Ни одной минуты меня никто не уговаривал. И может быть это такой же человек. Вы сами если этого не сделаете, найдите его потом где-то в Корчино. Откуда он приезжал? Да может он не один еще ветеринар. А может у него шофер рядом сидит. Но самые люди к вам идут. Кто бы тебе ни подошел с разъезда, он приезжает, что-то у вас покупает. Есть ли у них Евангелие? Начинайте с ними работать. Не надо ехать вам на край света миссионерствовать. Рядом. Да придите к ним. Да побеседуйте по-человечески. Они эти люди тоже устали в грехах. Вот эта женщина приходит маленького ребенка в школе. Учится он здесь. Я уже все сколько раз встречался с ней. Она около садов стоит и не идет. Я в брюках, я тут никак. И увидела меня, вот на днях поехала. Она отвернулась и как будто что. Я сделал вид, что я ее не вижу, а она в брюках. Ей неудобно уже. Но я уже все ей сказал. В следующий раз, думаю, поеду, надо взять мой Евангелие. Я не думал, что она мне встретится. У вас дети учатся. Чтобы ребятишки могли показать им пример. Я боюсь, что ваши дети их не обидели. Вот это будет позор из позора. Что верующие дети не верующие. А чтобы они ему сказали. Да завели его, да дали просчитать. Ребенку нравится у вас здесь быть. Филиппийцам 2.3. Ничего не делайте по любопрению. Или по тщеславию. Но посмиренно внутренне посчитайте один другого высшим себя. Высшим себя это очень много значит. Не только те, которые рядом. А ты посчитай, что святые отцы все-таки выше нас. Они столковали Писание. Мученики какие были. Почитай их выше. И посчитай, что они сказали. Филиппийцам 3.16.20. Впрочем, до чего мы достигли. Так и должны мыслить. И по тому правилу жить. Подражайте, братья, мне. И смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я сейчас говорил вам, и теперь даже за слезами говорю, поступают как враги Креста Христова. Их конец погибели. Их Бог чрева. И слава их старами, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы и ожидаем? Спаситель нашего Господа Иисуса. Бог чрева. Для любого человека, который живет для чрева, скажет, ты в Бога веришь? Нет. А в чрева Бог? Да как в чрева Бог? Ну написано. Опять открой, давай пришли. Бог их чрева. Почему? А все живете для этого. Ты можешь быть спортивной, подтянутой, но Бог чрева. Ты живешь только для чрева. Ты разумеешь, что есть что-то большее. А большее это для души. Простыми словами доведи до него. Скажи, дети твои что знают? Если они не знают, то это чревоугодники растут. А угодить до конца, чтобы человек доволен был, предела-то никакого нет. Достигчего надо еще больше взять. Если восстали у тебя на тысячу рублей, надо больше. Вот я считал в отпуске, олигарх. Каждый день тратят в отпуске 50 тысяч долларов. Каждый день. Понимаете? Только одно спросил, проезжая в Монте-Карло, а какая сегодня ставка, ну, играет в рулетку, самая большая. Ему говорят, 450 тысяч долларов. У меня нет времени такими порциями проигрывать или выигрывать. 400, полмиллиона. Всего. Мы не должны ни выигрывать, ни проигрывать. А мы должны отдать жизнь своей Господу и сказать, как тебе, Господи, угодно. Он сказал мне, в лотерею иди играй, тебе деньги нужны, и сегодня ты выиграешь полтора миллиона. Я не могу этого сделать. Не могу, потому что христианин. Моя пища и люди, друзья, в Духовом месте находятся. Никогда не надо поддаваться на уловки сатаны. Патче, поклонись у меня. Я не могу этого сделать, потому что я христианин. Филиппийцам 4.8 Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте. И о пище. Точно так же. Вы проведите как-нибудь урок дома с домашними и скажите, вот у нас молоко. Как оно образуется? И как мы должны благодарить Бога? Удивительный продукт. Ему в природе равного нету. И он от болезней, от всяких. И в нем столько всего есть. Я как-то читал отчет писателя. Я думаю, много в этом преуспели шведы. 96 элементов. Даже не верится. Неужели это все здесь одна коровка сделана? Да. Прямо тут же встать и поблагодарить Бога. Вот у меня вчера, я говорю, ребятишки, работали пришли? Ну, работают, ну, немного там, на полчаса. Арбуз поесть. Давайте дети помолимся. Встали на колени. И дети, сразу же все здесь, они уже знают где. Помолились, поедем. Поблагодарим Бога. И опять. Дети имеют навык. Вижу, что с ними молятся. Меня вчера дети порадовали. Все одинаково. С такой радостью. И начали работать. Давайте поблагодарим Бога, что Он дал нам возможность. Закончили? Дети. У нас все закончилось. Поблагодарим Бога и бегите домой. То есть, постоянно, маленькими порциями, давайте им эту пищу. Не надо объедаться. Это то, что они в храме стоят, бывает два часа, и они знают, что в них остается в детях. Он так и думает, как удрать поскорее. И радуется, когда батюшки нет. Служба хорошая. Филиппистам 4.9. Чему вы научились? Что видели, слышали и видели во мне? То исполняйте. И Бог мира будет с вами. Что видели во мне? Мы можем детям сказать так. Дети, вот что вы видели? Вот у вас будут свои семьи. Ну, это будущие матери. Чтобы так же у вас все было. Вмонтируйте в детей день не начинать без молитвы. Нигде ничего не делать без молитвы. Какое известие? Сразу молиться. Кто-то поехал. Сколько у нас путешествий? Видите, поехали. У нас путешествующие есть. Помолимся о них. Чтобы Бог все так расположил. Чтобы они были твоими, Господи, свидетелями. Вы бы знали, как за меня молились, когда я обратился к Богу. Я бы рассказывал случай, когда пришел один брат. Так у них принято называть, он пятидесятник, но очень верующий. Он отсидел срок. Латыш. По-русски разговаривал плохо. Пришелся, говорит, а где этот молодой брат? Ну мне двадцать три года было. А они все в возрасте. Они говорят, в горе. Я на корабле работал. До того у меня душа о нем болит. Давайте помолимся. Потом они мне расскажут. Я потом совещу события. В этот день меня готовились убить на корабле. Я в двух шагах от смерти был. И Бог навел так, что жена капитана подошла не вовремя. И у них все сорвалось. А двоих убивать они уже не стали. Вот как Бог взял. Они посторонние. Знаем ли мы так? Это сектанты. Еретики. И они знали, что я православный. Я с ними не соединился. И они как тонко это чувствовали. Могу ли я сказать, что с ними Бога нет? Когда жизнь мне Бог спас. И они ничего не могли сказать. Я приехал, они спрашивают. В этот день что было? Я там где ничего, я посмотрел. Ничего вроде не было. А потом уже при отъезде подошел тот, кто готовился убить. И он пришел и сказал. Вот с кем мы это надумали сделать и почему? Только за то, что ты верующий. Вот и все. Но пища, которую давал мне Господь. Я маленькие курсы не успевал им давать. И уже, видимо, эти соки в них были. Бог так сделал. Притча Соломона 23.20. Не будь между упивающимся вином и между пресыщающимся мясом. Даже не будь среди них. Пресыщение какое-то. Встань, отойди. И тебя поймут. И потом будут вспоминать. Ты с ними не участвовал. Нас Бог очень сильно приглашает. Меня приглашали очень знатные люди. Очень знатные. Все начальство собралось. Из Москвы представитель. На столах выпивка. Нам нельзя, это мы христиане. После один из них. Он выпил, все равно он начальник, предприятие. А потом встретил и говорит. Знаете, как на нас это все поделится? Я отошел в сторону, сел у окна, стал читать и все. Мне нельзя было выйти. И при том это было не один раз. Я вас не зазираю. Я сказал, нет. Нам, мы христиане, мы питаемся другим и едим другим. Нам это не положено. Пусть Господь с нами соделает так, что нас Он воскресил из Миропы. И нашим пастрям сказал, дайте им есть. И чтобы мы этот призыв Христа приняли к себе. И я дам есть детям, местным, знакомым и с кем встречаюсь. Эта пища была от Христа и во Христе. Аминь. Аминь.